Дорогие друзья, всем привет! Рядом с вами находится Роман Фоминоки, известен также как Resolution. Ром, привет! Как у тебя дела, как настроение? Дела хорошо, настроение отличное. Ваша команда заняла второе место прошли в сетку плей-офф по венерам. Расскажи, пожалуйста, какие эмоции вы сразу испытали, когда прошли и ожидали, что у вас будет такой результат? Эмоции, конечно, замечательные. Мы не ожидали, что вообще мы будем так хорошо играть на самом турнире, потому что мы съездили вроде на три турнира до этого. И там у нас таких результатов не было вообще. А тут пришли, групповая стадия, первая игра, карусель, морфлинг, туда-сюда, бараки убиваются. Мне кажется, эта игра может даже дала какой-то буст нам уверенности. Прям первая игра с MVP. Ну и мы пошли потом дальше и начали. Мы реально хорошо играем. Не знаю, как это объяснить. Ощущалось ли какое-то волнение перед играми у тебя или у твоих тиммейтов? Лично у меня вообще нет никакого. Я не знаю, почему. Я просто приехал на Эдин Интернешнл. Я чувствую, я просто получаю удовольствие от того, что я играю. В этом весь секрет. А ты уже привык к Америке? Ты находишься здесь уже в четвертом месте, если не ошибаюсь, примерно. Привык к Америке? Может быть, какой-то стиль, менталитет на тебя как-то перешел? Когда ты общаешься с одними и теми же людьми, ты как-то берешь что-то от них. В любом случае. Ну, я не знаю, как-то изменилось ли мое представление о жизни. Возможно. Хорошо. В вашей команде есть тренер. Можешь рассказать немножко историю нашим зрителям, как он появился и какую роль он привносит в вашу команду? У нас, получается, есть два тренера. Первый – это Пайкат. И он с нами уже с Манилы. А второй появился буквально за неделю до Интернешнл. Лум Дум. И он нам тоже очень сильно помогает. В плане, там, даже коммуникации. Он слушает наши матчи и потом, там, может подойти и сказать, что вот здесь можно было сказать так, так и так. Ну, и, в общем, это очень нам помогает. Ну, и, в общем, он, там, начиналось у нас с того, что он нам помогал линии играть. То есть мы линии лучше стали играть. Ну, первые минуты. Вы его начали слушать. Он как-то вам говорил, как играть? Он говорил, как лучше сделать. Ага. Да. Как больше вынести с линии, допустим, в сейфлейн. У нас были проблемы с нашим сейфлейном. Он нам помог в этом. Ну, и вообще, там, по пикам мы тоже общаемся с ним. И очень хорошо все это получается. Ну, а Пайкат, он такой более как, я не знаю, он в нужный момент может сказать что-то хорошее. И это тоже помогает нам. Он больше мотиватор? Ну, он больше, да. Я не знаю, как это объяснить, но да. Мотиватор идет как такой просто помощник со стороны. Хорошо. А вот этого второго человека откуда вы нашли и насколько хорошо вы ему доверяете? Ну, это, по-моему, он нам как-то написал. Просто он нам помогал в плане статистики поначалу. Просто давал там статистику по командам, как они играют, какие у них там, не знаю, паттерны. И вот мы нашли это интересным, то есть правильным. То, что он, в принципе, знает много об игре. Он достаточно много смотрит реплеев и достаточно развит в этой области. Ну, и дальше начали его слушать. Он потом приехал к нам на саммит. Мы пообщались с ним вживую. Он там рассказал, что не так. Ну, и это было реально правильно. А не встает ли вопрос авторитета, что вот человек какой-то со стороны вам пытается как-то не навязать? Понятное дело, что он подсказывает вам. Ну, тут дело в том, что ты понимаешь, что он говорит правильно. То есть, ну, так должно быть. И ты его слушаешь. Если бы он говорил нам что-то неправильно, что в твоем даже понимании неправильно, ты бы его не слушал. А насколько вообще, ну, остро стоит вопрос с тренерами в командах? У тебя была возможность поиграть в командах без тренеров? Сейчас ты с тренером. Насколько тебе комфортнее играть и нужен ли он? Я думаю, что он действительно нужен. Особенно в командных таких дисциплинах, как Dota 2, допустим, тот же CS, когда у тебя есть пять человек и всегда шестой взгляд со стороны, это, мне кажется, огромная польза. Особенно, если он очень развит и умный. Хорошо, давай немножко поговорим о том, как ты только приехал в Америку. Вернемся назад. Можешь рассказать, от кого поступило приложение играть в DC? Долго ли ты над ним думал? Были ли сомнения все-таки в другую страну сам? Ну, после того, как мы провалили два раза квалификации на мажор, я решил написать Тибану, потому что мы с ним хорошо общались до этого. И, ну, поинтересоваться, что у них происходит в команде, потому что они тоже вроде провалили мажор перед этим или квалификации. И я просто захотел попробовать с ними поиграть. Ну, почему бы и нет, правильно? Очередной опыт там и так далее. Они нашли меня хорошим игроком, наверное, я не знаю, они захотели со мной играть тоже, и я, в принципе, решил перейти. Потому что, не знаю, я как-то что-ли на месте застоялся, да, и хотелось чего-то нового. А были ли сомнения или боязни переезжать в Америку? Был ли вариант, чтобы ты не переезжал, а удаленно играл? Ну, варианта такого мы даже вроде не рассматривали. Просто, конечно, ты едешь в другую страну, там, на другой континент, другая часть мира, один. Ты вообще там никого не знаешь. Ты едешь вообще к каким-то левым людям, которых вообще никогда не видел до этого. Понятно было стрёмно, но я уже сделал это один раз, когда я в 14 лет уехал из дома в Киев. Один, тоже без никакого, без никаких знакомых, да. И я сделал это второй раз, поэтому... Понял, уже на опыте. Да. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как у вас в команде проходит коммуникация? Ощущаешь ли ты какой-то языковой барьер? Может быть, ребята там какие-то слова на русском тебе говорят? Ну, до этого... Они всегда давай-давай любят говорить. Ну, в общем, до этого у нас там в плане вот объяснения каких-то своих идей были проблемы, но вот сейчас мы уже там 3-4 месяца вместе и мы как-то, не знаю, как-то друг к другу привязались, понимаем друг друга и вот на этом интернешнале в играх у нас коммуникация просто отличная. Ну, все говорят, что нужно, никаких левых там и так далее. Ну, опять же, спасибо нашим тренерам. Бывают ли у вас конфликты? Конечно, бывают. Бывают? Да. Были пару раз даже очень серьезные. Хорошо. Как вы из них выходите? Как вы их решаете? Обычно просто уходишь, мы там полчасика находимся друг от друга подальше, потом собираемся, общаемся и все-таки там, кто был неправ, он обычно понимает, что он был неправ и как бы все извиняются и мы идем дальше. За эти 3-4 месяца ты уже привык к Америке? Что тебе здесь нравится, что тебе не нравится и насколько хочешь уже домой? Ну, привык, конечно, но мне не особо нравится здесь еда, потому что в основном все фастфуд, фастфуд, фастфуд. Я не знаю, тут, наверное, как-то все это работает так, что тут людям платят по часам и ценится то, что ты быстро умеешь приготовить еду. И быстро съесть. Да, быстро съесть ее и, короче, много фастфудов из-за этого. Ну и поэтому мне не очень нравится это. Я не очень люблю такую пищу. Я вот люблю домашние там наши украинские блюда. И вот ради этого я хочу домой уже приехать, чтобы поесть нормальную еду. А так, ну, понятно, соскучился по родным и так далее, по девушке. После International уже поедешь, да? Да. Хорошо. Давай немножко поговорим еще об этом International. Что тебе здесь нравится, не знаю, наверное, больше, чем в предыдущем году? Что ты можешь отметить? Ну, мы не будем переезжать в другой отель. Это, в принципе, плюс. Вообще, не знаю, все, по-моему, хорошо. То есть нас привезли. У нас тут отель там прошел два блока. Мы играем на Вене. Ну, в принципе, все нормально. Я все устраиваю. Для игрока все условия отличные. Вы будете играть в сетке? И даже пища. Тут не рис, 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 как это было в прошлых годах, а уже поинтереснее. Организаты пытаются учесть всех. Да, да. Все национальности. Поговорим о сетке. Вы прошли дальше. Кто у вас соперник? Винкс. Винкс. Чего ожидаешь от этого матча? И вообще готовились ли вы с Винксами как-то до игры? Винкс вообще сложно чего-то ожидать. Они весьма рандомные челики. Ну, они, я не знаю, они играют реально какую-то свою игру абсолютно. Они берут морфингов на суппортов, они берут пуджей. То есть эти ребята весьма сумасшедшие. Ну, в плане драфта и так далее. Играют они тоже очень как-то непонятно для меня. Но учитывая наши последние встречи, мы с ними довольно хорошо играем всегда. Не знаю почему так, но для нас они как-то были всегда приятным соперником. Ну, не знаю, посмотрим. Ожидаю веселья. Получить удовольствие. Хочу от этих матчей. Как минимум. Кого из соперников других команд ты можешь отметить на этом турнире? Кто тебя удивил и, скажем так, в ком ты разочаровался? Ну, меня удивили и Хом. Они как-то приехали. Мне кажется, вот этот 71-й у них, тренер, он им очень сильно помог. И вот у них какие-то драфты реально свои. Они там берут Варлока, Кунг постоянно берут. И у них реально какие-то... Ну, они тоже играют по-другому и они играют очень здорово. То есть мне нравится очень агрессивно так. Разочаровали. Не знаю, я думал, Na'Vi будут играть лучше на этом турнире. Они тоже думали. Ну, и Liquid тоже что-то. Мне кажется, у них Blizz был, там, тренер, который тоже им помогал в плане общения. Он ушел от них на 3 дня и не посыпались просто. Ну, вот теперь Na'Vi и Liquid будут встречаться в первом раунде лузеров. Как думаешь, что победит там? Я думаю, у Na'Vi больше шансов. Но если бы это было Best of 3, я бы поставил на Liquid. Как-то так. Окей. Давай еще немного поговорим о пуле героев на этом турнире. Кого ты можешь выделить, скажем так, какой герой самый недооцененный на данный момент? Понятное дело, что там, допустим, дровка, она очень... Я думаю, самый недооцененный Nyx сейчас. Он очень сильный герой. Я просто помню эту игру. Когда к нам Алхимик заходит на хайграунд и он получает этих 5 секунд стана от Карапаси и потом стана. И я просто... И Blade, Adaptive Strike. То есть очень сильный герой, мне кажется. Хорошо. Про команду OG тогда уже давай пройдемся по основным, так скажем так, фаворитам. Что можешь сказать о команде OG к взаимоотношениям с NAVI? NAVI у них просто фактически не могут выиграть. В принципе, как NAVI и Liquid. Я сегодня общался с Мунминдером утром и он говорит, если бы у меня был выбор, я бы всегда выбрал бы NAVI. Потому что это для них комфортный соперник. То есть они играют с ними, они понимают, как против них выиграть, я не знаю. То есть у каждой команды есть какой-то комфортный соперник. Те же MVP для OG приятный соперник. Потому что вспомним их игры на Manila Major. Там где-то счет 25-0 был. И просто MVP не знает, что делать. Потому что их уже переигрывают, я не знаю, они понимают, как против них играть. Хорошо. Рома, у вас как у состава был вообще какой-то, не знаю, не то чтобы план, а цель на этот турнир? Какой результат вас бы удовлетворил до того, как вы вышли в плей-офф в Swinner Row? План был топ-6. Но я не особо для себя каких-то планов стоял. Я просто хотел показать все, на что я способен и показать хорошую игру. Хорошо, Рома. Спасибо тебе большое за интервью. Какие-то приветы, благодарности. Спасибо нашим тренерам. Loom, Doom, PyCut. Они все равно не будут осмотреть. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Ребят, я очень чувствую поддержку из СНГ. Постоянно эти твиты читаю. И реально спасибо вам большое. Спасибо. Это был Resolution. Спасибо. Спасибо.